Я с 6-7 годов тому тут находились излучайно, хоть и не вельми уродливые палетки. Сегодня червоный маяк – одно из самых престижных мест для индивидуального жилевого будовництва. Правда, как скоростатся махчимостью проживания на природе, необходимо иметь отповедные сродки. Стоимость земельных участков в Красной Маяке колеблется от 10 тысяч до 40 тысяч рублей. То есть достаточно дорогие участки. Для того, чтобы все граждане могли, скажем так, имели возможность приобрести эти земельные участки с аукционных торгов, мы также формируем участки в Романовичах. Там начальная стоимость у нас начинается от 50 тысяч рублей. Разом с ним шансы побудовать индивидуальное жиле выкористовываются не все. Навод, когда находятся сродки для набыття участка в Красной Аукцион, их можно не хапить для дальнейших обыдовництва. Это, до речи, тратится и семьи в злику и льготных категорий. За два прошлых годы только землеупорядковая служба Гомельского гарба Конкама конфисковала больше 300 участков. Все лета эта работа будет протягнута. По закону, на протягу первого года на участку необходимо попадать хотя бы подморок. За два наступных года дом под дах. По дворотному выпадку участок конфискует и снова выставит на аукцион. Уладальнику, зразумело, нечто компенсуюсь, а ли наврать вот такие подморок, каштой шмат. При наявности сродков без проблем сегодня можно набыть и участки для ведения садоводництва. Только в Омском районе вызначены 127 товариств, где земля реализуется просто аукцион. На сегодняшний день у их продаде на поколь только 22 участки. Прикладный кошт одной сотки 670 рублев. Середний по миру участка от 10 до 15 соток. Положительным фактором является месторасположение данных участков. Данные участки находятся вблизи леса, водоема и недалеко от города. У земли у порадковальных службах заполнивают. Зараз дефицит у земельных участков нема. До речи жилёвое и тесодоводницкое будовництво для державы мая и иншие плюсы. Во-первых, больше великий опыт на будовничные материалы, что активизирует работу от поведенных предприемств. А по-другому, повышение занятости непосредственно самих будовников. Олег Синчаров, Евгений Матейенко, Телер Радо Компания Комик.